Борьба с уличной торговлей не приносит результата. Теперь вдоль рынка торгующих не увидеть. Они работают на новом месте, но эту ситуацию не спасает. Продукты питания лежат под палящим солнцем. На рынке нет условий и укрытия. Продавцы возмущены своим положением, ведь они сами понимают, что такой способ продажи неприемлем и продукты быстро портятся, а новое место для торговли еще хуже, чем прежнее. Там вообще ничего не продается. Надо было тут рынок сделать, заплатили десятку, двадцатку. По пути люди в основном там идут все. Мы там торговали на улице, я изредка приезжаю, когда что-то есть лишнее. И там лучше торговля была, чем тут. Там вообще ничего, никаких условий. Вы видели, там щебенка заходили, ноги болят. Стоят никто вниз, скамеек, ни навесов молочных, там солнце, нужно скислить. Каждый день берут здесь, куда берут, пускай делают удобство здесь. Стоим в тени, опухли ноги уже, еле стою. Негде присесть. Там могут торговать те, а с этой стороны мы простые люди, мы не должны торговать. А там те должны торговать, потому что имеют по два, по три магазина. Торгующие требуют, чтобы им предоставили хорошие условия. И тогда они не будут выходить на улицу. Я думаю, что это действительно является большой проблемой, потому что многие дети, они пытаются помочь своим родителям, своим семьям. Есть многодетные семьи, есть нуждающиеся. И действительно было бы здорово, если правительство, оно просто поддержало своих, поддержало свой народ, помогли нам, создали хорошие условия. Были бы условия, если люди бы сюда ходили, то да. Только чтобы люди сюда ходили. В принципе, хотя бы тенек, чтобы таками сделать. Потому что вот брынза, я встал, я если еще полчаса постою, она испортится. А это деньги, а вот эту брынзу, чтобы сделать, я не делюсь. Как бы сложно. Примарр города Камрад Сергей Анастасов утверждает, что есть социальные места для торговли, за которые платить не нужно. По его словам, продавцам условия предоставляются. Но они ими не пользуются, так как там нет возможности хорошо заработать. И те люди, которые сегодня торгуют на улице и говорят о том, что там под солнцем где-то, мы им предоставляли разные возможности договариваться. Но все рынки являются частной собственностью. Они не являются собственностью примарии. Внутри тех рынков, участников, у Богачева, там в ДЭЗе, есть достаточное количество мест. Для тех бабушек, которые сегодня являются пенсионерами, которые продают там петрушку или что, для них тоже есть бесплатные места. Все, каждый директор рынка предоставляет и никаких проблем нет. Здесь на рынке Патриотякова, Новолькова, там до ста мест предложили для тех, кто торгует молоком, и для тех бабушек бесплатно. Никаких в этом вопросов нет. Здесь речь идет только о том, что по улице Победа торговля идет, а внутри она, если на улице идет, то внутри она не идет. Возмущения среди продавцов растут с каждым днем. Предоставляемыми местами и условиями люди недовольны и ждут лучших предложений.